Короче, народ, догадался я себе, и это не реклама. Короче, даже не важно, что оформить. Суть в том, что я захожу в один из сервисов дистрибьюции музыки, да, то есть где можно музло послушать, и мне там сразу же прямо в лицо вылезает топ лучших песен. Топ самого вот, что самое прослушивается. Вот. И там абсолютно всё, то, что вот Лёха Избаус канала «Звук в руках» называет поп-рэп новой волны, я это называю просто какая-то нелепая дресня, но абсолютно неважно. И суть в том, что что-то вот меня какой-то пёс сдёрнул, это врубить. И вот я раньше бомбил постоянно, вот в русском роке такой прикол был, что я слушаю постоянно разные группы, включаешь, и у всех как будто дебильные голоса, именно в песнях. То есть вот, допустим, говоришь с человеком, и вот, ну он, как вот я, например, разговаривает нормально, там, типа, «Ну, здравствуйте, вот, там наша, значит, такая вот следующая песня, она очень замечательная, она посвящается моей большой любви, там, к городу Санкт-Петербург, и я вот хочу её вот исполнить». Прям реально начинает вот так петь. Ну, типа, какие там есть песни, что можно сейчас такое, не знаю, там, ну, типа, «Крошка моя, я по тебе скучу». Ну, то есть, я просто от балды текст, вы поняли, о чём речь. Этот, Шатунов, безумно популярный и так далее. То есть, «Белый ерунг, белый низконечный сметан». Ну, то есть, это вся херня. «Муми тролль», «А, ССС-шка, малышка». Всякие, блядь, то есть, ну, я думаю, ну, там, в общем, вы поняли. Кино, «Король и шут», абсолютно всё, какие-то вот как будто, вот, типа, только что человек разговаривал, нормально же общались, да, и тут он начал вот кривляться, то есть, все как будто кривляются. Но это просто меркнет абсолютно на фоне вот этого самого поп-рэпа «Новой волны». Я смирился с «Мамбл», «Кальян», каким-то вот этим говном, типа, «Девочка моя, да, знаешь, наши души, бла-бла-бла». То есть, вот с этой хуйнёй, ну, мямлят и мямлят, да, там. Я смирился уже, ну, с тем, что вот ты заходишь. То есть, есть такое понятие, как мне кажется, вот как попса, да. Это не та музыка, которая, как бы, всем нравится. Это музыка, с которой все смирились. Типа, понятно, что ты придёшь в магазин обуви, и, типа, если там будет дэдметал играть, ну, кроме металлистов, там никто не будет находиться, потому что это, ну, прям вообще пиздец. Это, ну, не норма. Ты придёшь туда, и там будет играть какой-нибудь, там, «Harsh Grind Noise». Ну, типа, это тоже, блядь, пиздец. То есть, ну, не может такое играть в общественном месте, да, потому что это полный пиздец. Ну, там, джаз, ладно, лаунж, там, чё-то такое. Ну, как бы, ну, вот, модным местам хочется модную музыку врубать. Так вот, объясните мне... Ещё раз, ещё раз, сейчас я... Ну, то есть, вот я говорю, я смирился с мамбл-говном всяким, я смирился с поп-певичками. То есть, какое-то время было, типа, ну, прям нормально, модно, что там поётся какая-то просто редкостная дресня. Типа, там, болела, тобою я болела. Ну, так, типа, там, Ольга Бузова и так далее. То есть, вот, кстати, Ольга Бузова... Вот, у неё сам тембр-то голоса не мерзкий, у неё тексты очень тупые, но, по сути, у неё нет именно мерзкого тембра. Может быть, произношение чуть-чуть, но вот... Манера, да, сама, ну... Ну, мало половин, я открываю. Ну, и пусть, всё, ладно. Я со всем этим смирился. Объясните мне, как, блядь, мы пришли к тому, что на первом месте в топе лучших... Да ещё... Не, мы не только первые, мы всё послушаем. Как мы, блядь, с вами до такого докатились? Я могу прийти, условно, в кальянную, в какой-нибудь магазин обуви. Ну, типа, как, блядь, вы вот к этому пришли? Объясните. То есть, я вот, если на канал Мидфильм зайти, и, типа, посмотреть, там, разговоры с олигофренами, типа, интервью с, блядь, там, какая-нибудь... Это самое, вы поняли, да, о чём я говорю? Имбецилия, типа, слабоумие. То есть, человек будет примерно вот так же разговаривать, там. Типа... Или, помните это? Биша Муда было популярное видео, типа. Там была такая глухонемая какая-то... Какая-то... Ну, какая-то странная вообще, дикая абсолютно азиатская страны женщина. Вот, я сейчас даже, наверное, включу вам фрагментик. Если вдруг есть тут настолько вот зумерочки, которые прям вообще не помнят, вот, то, во-первых, спасибо, что зашли, дорогие зумерочки. Вот, моё почтение. Во-вторых, сейчас... Блин. Ай, как сложно тут всё. Ой, как сложно. Ой, как всё. И всё равно он мне не то показывает. Ну, короче, не суть в том, что вот там я её сейчас включу. Это у неё интервью берут, типа. Всё, кто кем аженте и контра. Биша, муда. Бей? Ай, бай, 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 бай. Ну вот. Ай, бай, 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 бай. Вот, то есть вот это. А, типа, мы когда-то в школе смеялись над этим видео. Помните, там, ну, сто пятьсот обзор делал лет десять назад. Десять лет назад мы кекали с этого. Сегодня? Типа, я, честно, разницу-то почти не заметил. Как вы, блядь, как мы докатились до такого? Чуваки, почему в какой... То есть ещё раз. Если ты приходишь, я ещё раз поясняю, приходишь в какое-то приличное место, и там играет какой-то просто, ну, не музыка, а какой-то пиздец. Если это, конечно, не специализированный клуб, бар там, тематическая и так далее. Ты, типа, думаешь, что за хуйня вообще, да? Идёшь жаловаться, не знаю, уходишь оттуда и так далее. В какой момент? Это, то есть ещё раз, попса это та музыка, которая, типа, всем нормально. Никто её не любит, но... В какой момент это стало нормально? В какой момент нам вот это стало окей, типа... Блядь, первое место, топ лучших песен. Давайте следующее. Ещё раз, у меня нет претензий к господину Слава Марлоу. Ну, поёт и поёт, то есть делает хуйню и хуйню. Ну, блядь, биша муда, ну, говорит она так. Ну, то есть, у меня нет вопросов, как, как, почему мы это слушаем, блядь? Давайте другое. Я не знаю, что это, честно, не слушал раньше. Ну, это абсолютно обычная музыка. Просто суперобычная в этой поп-рэп новой волны. Тут ничего такого... Вот здесь, я помню, я включал вчера, проверял, типа, вот этот сервис. Вот этот звук... Прямо мне... Вот это... Вообще мне не лето постоянно напоминает руки вверх. Серьёзно. То есть, это как будто... Не будет грустно, приходи туда, где провожай... Не будет, не будет, не будет, не будет. Вот ты, я, мой, закат, если тебе... Извините, бимой, буй. Т.е. вот это ж, блядь, типа... Блядь, я не знаю, представьте, вот ещё раз, ну, реально, вот зайдёшь в магазин, И там, блядь, типа, вместо музыки играет, ну, просто буквально какой-то, типа, биток, и под него, ну, там, какой-нибудь школьник, типа, ноет, там, мама, мама, ну, купи мне кофе, это мама. А еще и взрослый мужик, тем более. Мама, купи мне, купи мне шоколадку, мама, я хочу, я хочу картошку, при, мама, я хочу кофе. Ты мил, ты, блядь, то есть, я испытаю просто ужасный испанский стыд, я буду в полном ахуе вообще, если, ну, типа, вот такое, блядь, мы это, блядь, слушаем. На полном серьезе. Я, типа, ну, я не переигрываю даже, блядь, я, типа, не утрирую, блядь, мы реально вот это, блядь, слушаем. И потом вот это дышим. Потом нахуе вот что-то тут, я не знаю. То есть вот это... Это нормально звучит, а, типа, это, блядь, звучит как, типа, окей, нормальная музыка по сравнению, блядь, с первым и с третьим местом в топе, блядь, самых прослушиваемых, лучших песен. Ебать! То есть, еще раз, самое крупное сообщество, ну, самый крупный массив тех, кто вообще, в принципе, слушает музыку, он состоит из тех людей, у которых, блядь, вот это, блядь! Вот это самое, прям, вот, ну, первое место, блядь! То есть, грубо говоря, там, не знаю, рэпчик старый какой-нибудь слушает, ну, 10 человек, ракешник 9, блядь, там, условно, ну, 10, давайте, 10 миллионов, 9 миллионов, там, регги 3 миллиона, еще что-то. Вот эту хуйню слушает самое большое число людей, потому что это лучшее, самое популярное, там, миллионов 20, грубо говоря. Понятно, что не все, понятно, что, ну, именно самое большое число людей из тех, кто вообще, в принципе, слушает музыку, слушают вот это, блядь! И это же пиздец просто вообще какой-то! Вот, я не знаю, я включил вот это вот, ну, это, типа, еще норм! Ну, она где, блядь, то есть, первое, вот, третье, там, типа, это поднялась она, блядь, на позицию уже! Посмотрите, блядь, я вам сейчас постараюсь продемонстрировать, надеюсь, там, я не знаю, не очень хуево видно. Вот, типа, зелененькая, она, блядь, типа, поднялась в топе, потому что... А это упало, блядь! Потому что здесь просто девка поет. Просто блядский голос, и все, это уже... Все, это уже никому не интересно, это уже все, это скатывается из трендов неумолимо. Поднимается, блядь, вот это нахуй! Поднимается, блядь, языкан, если тебе будет... Блядь, потом какой-то Рамиль. Ну, я думаю, там, судя по тому, что он упал из трендов, там тоже, типа... Ну, такое, то есть, по сравнению с Нелет, он... Такой, как будто уже сиплый дед, то есть, вот тот, вот, первый был, типа, взрослый мужик, слегка с олигофренией, типа... Я представляю, блядь, вот собралась эта компания, и если бы они, представьте, говорили бы теми же голосами, которыми они поют... Они пришли такие, в бар, допустим, и этот сперва говорит... А, ну, пожалуйста, мне, как-то дать мне лягер-мейстер и моему другу, да... А этот, этот, что... Нет, я не хочу, я не буду лягер-мейстер... А, ну, типа, а этот такой уже чуть, как будто... Такой сиплый немножко дед, такой... То есть, это такой... Он, как бы, не скулит уже, а он так, типа... Ну, пацаны, ну, что это, блядь... Ну, зачем это, блядь... Он, как Михалков, такой, типа, блядь, объебался, ну, что-то в этом роде... Ну, окей, это еще терпимо, наверное, потому что, ну... Ну, окей, сипит и сипит, насрать... Ну, Моргенштерн... Сука, понимаете, Моргенштерн, типа, на их фоне нормально звучит, кстати... Я, еще раз... Блядь, да я же терпеть не могу Моргенштерна, я просто, блядь, его ненавижу, нахуй... Ну, то есть, меня бесит в нем все, его музыка, блядь, его... Ну, то, что он делает, как он всех, блядь, наебывает бесконечно... То, что он популярен, то, что, блядь... Кто его аудитория, этих, блядь, кидальщиков снюса, блядь... Там, и так далее, всевозможных... Ну, он звучит, типа, прям... Ну, то есть, тоже, это как будто такая, как бы, собака... Пытается лаять после накурки, типа... Типа, собаку... собаке дали дунуть... И она так... Пытается кавкать, ну, гавкать, но... То есть, ну, не получается немножко, но... Как-то так... Ээээ... Диджей Смэш... На тебя вся надежда, Диджей Смэш... Это как будто просто в какой-то момент стало модно зубы не размыкать... Делай круги и зигзаги... Это маяк, и зигзаги... Сейчас я сжиг-жиг-жиг... Давай, давай, то есть, ну, какой-нибудь... Ээээ... Этот самый... Ээээ... Какие там есть у нас, не знаю, песни, типа... Что такое осень от неба... Крррр... Бля... Плачь, и зиг, и небо по ногами... Тоже, кстати, терпеть не могу эту песню, но я просто, блядь, от балды вспомнил просто первое, что пришло... Типа, там... Звезда во имя зонза... Вот там вот какая-нибудь такая вот хуйня будет... Ну... Ну, окей... И с этим я, в принципе, тоже уже смирился... Ну, да, ну, что-то манна такая есть в этом... Плюс автотюм... Плюс, типа, на полтона... Попуститься... То есть, сейчас я... Тоже покажу, ребят, реально, типа... Вот два плагина нужно... Два, реально, два плагина для того, чтобы... Сделать супермодное звучание... Ну, уже не модное, то есть, это уже устаревает... В топе сейчас... Блин, автотюнечка, наверное, у меня нету здесь именно, да? Падла... Сейчас найдем... Сейчас и сделаем, ребят, ради такого дела... Это быстро, прямо так, хоп... Плагинс... Вести плагин G-Snap, сейчас найдем... Хоп-хоп-хоп-хоп... Так вот, оп-хоп... Оп-хоп-хоп... Где он там? Ну, давайте, 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 ребят... Ну, не перематывайте, вы дождите... Поверьте в меня... Я справлюсь, вот... Так вот, да, значит, это автотюн... Вот так... Настроенный... Ну, допустим, до рэм... Давайте, черные клавиши уберем просто все... Вот так, простенько... Или, например, вот так вот надо, вот так вот, чтобы было... Блэк Бакарди... Танцы в моей кровати... На кровати мне хватит... Вот, и получается очень модный саунд... Вот, ну, короче, ладно, к этому я... И с этим я уже тоже смирился, хотя тоже... Блэк Бакарди... Танцы тоже какие-то, блядь, типа, хор имбецилов, прям, я не знаю, что-то такое. Фуши Дипэн. Вот такой, какой-то очередной клон Лорд, Билли Айлиш. Причём у меня, не знаю, она как будто писалась на микрофон, вот этот, знаете, из Ашана палочку, потому что вот эти вот частоты сипят пиздец наверху. Типа, вот что-то такое, то есть это всё, ну, типа, я не знаю, может быть так модно, опять же, типа, стало хуёво сводиться, хуёво записываться. Хотя минус нормальный. Да реально, прям звучит, ну, вот эта частота лезет, как у микрофона из Ашана. То есть люди, блядь, придумали вот этот союз, типа, там, за 200 тысяч микрофоны покупать, чтобы тембральный окрас. Нет, сейчас модно на... Это. Ну, я сам, чё я говорю, я сам адепт, типа, дешёвых микрофонов. Всё-таки 7 тысяч стоит относительно недорого, 100 долларов. Но! Блядь, ну это же, это типа, ну окей, но это, в принципе... Ну всё, короче, походу только первые два места. А, нет. Девятое место, вот. И вы мне говорили, типа, Моисей, ну чё за хуйня, голос не слышно в твоей песне, типа, новой. А, ещё, ничё, нельзя, нихуя непонятно в блядском цирке, разобрать текст не можем. Текст вы, блядь, разобрать не можете, да? Текст они у меня, блядь, разобрать не могут. Ёб твою, голос им плохо слышно. Текст они не могут разобрать. Тут тоже, типа, в плане именно сведения голоса всё супер как-то хуёво. То есть, минус нормальный. Ну хотя тоже, что значит нормальный? Типа, сейчас именно модно, как знаете, ну это я объясняю так, то есть, когда-то в какое-то время изобрели дисторшн, и это был как бы, типа, как испорченный усилитель. И вот сейчас, типа, минуса тоже делают по тому же принципу. То есть, полагается, чтобы не было, ну должно звучать так, чтобы не было перегрузок, таких вот прям откровенных, диких перегрузов. Ну, чтобы все инструменты не звучали как ну, типа того, да? А в итоге, типа, вот это как дисторшн новой волны, типа, то есть, это такое вот специально. Но голос-то почему так плохо? Так, мне кажется, еду привезли. 23.51. Дрочивери должны были хуйню свою доставить в 23.05. Они мне звонят, вам курьер доставил заказ? Нет. Ну, можешь подождать? Мне кажется, этот парень, я тоже нихуя не понял, что он, блядь, говорит. Он, наверное, тоже слушал вот этих рэперов новой волны, от них заразился. Что, блядь? Все, да, 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 давайте. Что-то, блядь. Ладно, короче, давайте дальше. Добро. Шелест. Ну, это типа пластинка. Какая нахуй пластинка? Вы пишетесь на палочку, блядь, из Ашана. Пластинка, блядь. Нет, кстати, здесь нет, здесь голос хорошо записан. Везде этот 808-й хай-хэт, это просто я его уже, блядь, что за поебень там сбрякнуло? Что там, пиздец? Просто уже, ну, как вас не заебало? Я реально не понимаю, чуваки, вот этот вот один и тот же сэмпл баса везде абсолютно. Вот у меня он даже скачан. Вот он. А, нет. Это типа вот этот вот звук, вот этот хай-хэт. Вот, вот, вот этот. Все, абсолютно все минуса. Все. Все звучат вот так. Везде именно этот хай-хэт. Примерно такой же бас. Абсолютно все звучит ровно вот так. И вот перегрузка вот такая, типа, то есть вот все говнит, и это типа специально сделано. Завтра минус, кстати. Типа, блядь. Это, кстати, говяная попса, абсолютно обычная, но просто он как глоток чистой воды среди вот этого какого-то поносного царства. Есть трек, называется ауф. Я даже отказываюсь комментировать 808-й хай-хат. колонок убит бас. Люди ненавидят нас. Ты за... Убит нас. Убит Убит нас. Балишь свои бали, когда в море... Ну, такое. Такое. Это уже чуть-чуть устаревает. Это типа как... Вигл, вигл, вигл. Вот примерно тот же самый стиль. Примерно то же самое. Ничего особенного, но окей. двенадцатое место хай-хеты. Давайте угадаю, что будет в тринадцатом. О-о-о-о! Другой хай-хет! Другая циклка! Ебать! Ничего себе! Ты какой-то, не знаю, не пистолетов, как это называется? Александр Рева, Вот что он, как это, Артур Пирожков, короче Баст Зиверт, не болей Вот эти точно на палочку записывались То есть, судя по шуму Вот представьте себе Ну, я не знаю, типа Окей, да, это выделяется на фоне всего остального Но это тоже, конечно, что-то какая-то Ну, как будто такая попытка сделать полуджаз, полубасанову, полухрен знает что Записанная на палочку из Ашана Или на микроволновку, я не знаю Вот, то есть, типа Ну, такое То есть, это Ребят, всем, кому понравился трек «Не болей» Я советую просто послушать радиоджаз, блин, реально И послушать, как это должно быть Как это хорошо Как это здорово Как это нормально А это как бы, ну, как Ну, как блогер, который делает рэп То есть, не рэпер делает пародию на рэп Вот как оно звучит Хуёво, да? Не рокер делает пародию на рок Ну, хуёво получается Вот здесь, ну, типа Не басановщики делают басанову То есть, вот это Примерно так Но, в принципе, ещё не было Всё, хватит Заебало это всё В общем, дальше там Моргенштейн с Тимати Пердёж вообще Ну, там они сами уже Как бы даже признались То есть, мне Добавлять здесь абсолютно уже нечего Народ Если вам понравилась такая рубрика Я не знаю То Ну, кто в чате Вам вообще спасибо, что пришли Кто смотрел в записи Обязательно лайкайте Комментируйте Сритесь там просто Говорите, что ты, Моисей, ничего не понимаешь Ты лох-чмо Если понравилось Я буду продолжать эту рубрику С огромным удовольствием Вот Ну, в целом Посыл То вообще С чем я начал снимать этот видос С чем обратился Просто увлёкся Потом начал эту всю хуйню Включать и слушать Мой главный посыл Я относительно не против Типа Ну, там Хреновых пародий на Басанову Я не против Хреновых пародий на Вигл, Вигл, Вигл Как вот эти вот Пацаны Что-то там, типа Это всё Я уже смирился с этим Я не против Вот такой, как на Парсе Я не понимаю Почему, блядь В какой момент Нам стало нормально Вот ты считаешь Деньги Типа И опять же Слава Марлоу Блядь Я его видосы смотрю Его блог, типа На Ютубе Он шарящий чувак Типа, ну Нормальный битмейкер И К нему никаких претензий Он просто Он суперконъюнктурно Охуенно влился Красавчик На первое место Ни в коем случае Как и никому Из этих Исполнителей В принципе У меня Ну какие У меня вопрос К вам Дорогие люди Дорогие зрители Какого хуя Вот давайте Не забывать Мой посыл Спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Заходите на стримы Падал Сука